Готов, настроен хорошо, так же как и спортсмен с Украины. Я еще раз повторю, они прекрасно знают друг друга. Как закончится эта встреча, посмотрим. Кто выиграет, тот и станет обладателем золотой медали чемпионата Европы 2004 года. Вот видите, схватка началась довольно-таки активно. Украинский борец сразу начал с активных действий, швунги, выведения из равновесия. Навязать хочет свою волю, свою борьбу. Обманные движения прохода в ноги. Ох, какой красивый. Здорово, молодец. Это чисто классический прием, бросок с захватом руки. Посмотрите, без помощи ног подвернул туловище и такой бросок 3-0 сразу же подвел. Это неожиданно было, как бы ничего не предвещало. Это как раз та подготовка, которая... И вот посмотрите, вот каждый прием, ведь он не просто проводится так, а именно он обманными движениями заставляет своего противника пойти в ту сторону, которую он уже ждет. И вовремя сделать движение, подвернуть либо туловище, либо бросить через ноги, либо пройти в клуб. То есть используя его движение, движение противника, только тогда пройдет чистый, техничный, хороший прием. Вот что мы и видели сейчас, это действительно было полной неожиданностью, по-моему, не только для зрителей, но и для трехкратного чемпиона мира. И сразу же провел 3-0 наш атлет. Тем более, вот если бы он бросил, скажем, перворазрядника или там второразрядника, или там человека, который не занимается борьбой, а это именно человек, можно сказать, именитый. Это человек, который знает... Вот схватка продолжается, видите, украинский борец активный, видите, тут же продергивание вниз, тут же проходит в ногу и переводит, отыгрывает 1 балл. Сейчас пытается делать переворот накатом. Схватка заканчивается в партере, наш борец, и судья поднимает в стойку, но борьба будет продолжена в партере. Небольшое преимущество получил украинский борец. Он хорошо тоже владеет переворотами накатом. Вот посмотрите, он старается захватить ногу, сбить его, нашего борца, вниз и накатить. Но ему не удается это сделать. Судья делает свисток и поднимает борцов в стойку. Борьба продолжается в стойке. Опять в атаке украинский борец. Наш борец закрывается, а сейчас сам начинает атаковать. И старается... Посмотрите, он левой рукой работает снизу, распрямляет борца. С Украины. И после этого старается пройти в ноги. Вот сейчас украинский борец опять может выиграть один выигрышный балл. Удастся ему это сделать? Так, зафиксировал? Нет, не зафиксировал. Потому что время истекло. Хотелось бы сказать, он бы получил выигрышный балл, если бы наш борец коснулся одним коленом хотя бы. То есть три точки касания должно быть. А здесь он стоял на руках и на ногах, но не касаясь коленами. Вот эта ситуация... Если бы он коснулся коленом, то есть третья точка была бы, то спортсмен из Украины получил выигрышный балл. Вот мы нам два раза показали в замедленном повторе замечательный прием, который провел Махач Муртазалиев, который принес ему три балла. Ну, я скажу, не менее техничный прием провел и борец из Украины. Он очень хорошо, как говорят, зашвунговал нашего борца и тут же прошел в ногу. Вот видите, все время он пытается сделать швунг под себя, швунг под себя и проход в ногу. Украинский борец, он трехкратный чемпион мира, пришел в себя после такого неожиданного для него начала и сейчас он понимает, что он должен действовать активно и стараться изменить ситуацию, пока он проигрывает 1-3. Он, видимо, не предполагал начало такого начала в этой встрече. Он был настроен выжидающе и начало схватки, в общем-то, и было такое вялое, разведывательное с обеих сторон, но он не ожидал такого взрыва от нашего борца. Но вот мы смотрели с вами эти соревнования и мы наблюдали за Муртузалеевым и действительно вот он обладает такими взрывными качествами, очень ценными для борца и неожиданными. И провел, завоевывал все свои победы именно вот такими вот неожиданными красивыми бросками. И здесь, в общем-то, для украинского спортсмена этот бросок, по-моему, был настолько неожиданным, что даже обескуваженным. Вот сейчас вы правильно сказали, что он начинает, в общем-то, восстанавливаться, контролировать течение схватки. Но опять вот наш выгоднее борец смотрится, посмотрите, он прямее стоит. Борец из Украины все время наклонен, все время идет головой снизу. Это, в общем-то, пассивное ведение борьбы. Мы уже с вами много говорили на эту тему, что в такой ситуации важно не успокаиваться и не пытаться удержать это преимущество. Надо, наоборот, его развивать. И вот, по-моему, это Муртузалееву удается, потому что он ни в коем случае не уходит в такую пассивную защиту. Он понимает, что с трехкратным чемпионом мира эта тактика ничего хорошего не принесет. Вот, конечно, это финальные встречи. Еще хотелось бы раз повториться, что они носят такой психологический характер. Это конец, венец, вернее, всех проведенных схваток на этих соревнованиях. И все эти схватки, это 5-6 схваток, которые откладывают свой отпечаток. Отпечаток что? И усталость, и физический, и микротравмы, и рассечение. Все, что угодно, это все в борце. И вот он должен собрать себя и свои силы в кулак и выиграть. Вот посмотрите, как он отлично проводит атаку и выигрывает выигрышный балл. Вот увлекся, так, пожалуй, немножко здесь украинец, украинский борец. И переступил, так скажем, какую-то грань риска и тут же воспользовался. Совершенно правильно, но каким-то внутренним чутьем Мортозалеев почувствовал, что он будет проходить в ногу. Он его продернул под себя, поэтому он потерял сам равновесие и упал вниз. Он забежал сзади и выиграл очко. Это очень красиво. Надо почувствовать это движение, почувствовать каким-то шестым или седьмым чувством. А вот сейчас схватка продолжалась в партере. И тут же, смотрите, атака. Атака со стороны украинского борца. И он выигрывает один балл. Счет становится 4-2. Но время работает сейчас на нашего борца. И вот все. 4-2. Трудная, очень трудная победа. И очень красивая. И очень красивая победа. Посмотрите, как он стоит в партере. Он чувствует положение, в высоком партере стоит. Но что интересно, что попытки захвата, реального захвата, никто не может его... Вот из тех соперников, которые были здесь, они не смогли взять нормальный захват и провести на нем пример. Ну что же, от всей души давайте поздравим его с завоеванием золотой медали. Ну я бы сказал, что Махачи Мортозалеев в этой финальной схватке оказался и, скажем так, мудр не по годам. Потому что он провел ее как очень зрелый, такой опытнейший.